Давай, давай, Даник, делай! Захват следующий раз, захват. Стэнга-дрябка, стэнга-дрябка. Три секунд осталось. Давай, Даник, тебе разговаривай. Быстро возьми, тебе легче будет. Возьми высший лобтяк. Владимир, делай! Вот, молодец, супер! Даник, делай! Что ты ходишь все время справа влево? Там, где встал, там не стоит. Он тебе подошел, ты его кидал. Время! Отдыхаем! Что ты ему хочешь рассказать, Даник? Может, посылать, что он в воде. Если что? Воду. Еще раз. Вода! Он хочет воду? Я хочу. Ты хочешь? Да. А зачем? Пить. А, ты что, селедку кушал? Нет. Он, первый вчера. Сушняк. А, сушняк. 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 Санаторий строитель. Я сижу у врача и выписку делаю. Я работал не в санаториях, а в больнице строитель. Я работал в санаториях, пришел делать там выписки. Кто у нас лечился. Я там сижу, приходит один строитель. Здравствуйте, доктор. Он, здравствуйте, говорит. Так, говорит, горло болит. А после бодуна... После чего? Бодуна. Это значит, клюкву хорошо вчера. Пришел, глаза открыть не может. Несет от него эксперты. Доктор, я больной. Что такое с вами? Вы понимаете, в горле пушит. Блин, наверное, заболел. Он говорит... Доктор говорит... Вы знаете, что... Вы, когда селедку кушаете, не кушайте ее хвостом вперед. А хвостом назад. И не будет болеть. Не могу дать. Доктор, я вам прошу. А сам на клюкос. И два чувака пошли за пивом. На стройке. А так как прорак там внизу был, они прыгнули на гравий. Этот мелкий. Два человека. Они вдвоем прыгнули и поломали руку один и второй в одном месте. Они у меня лечились, эти два парня. Лечились. И у них как бы... Ну, зажило все. Но они носили гипс, чтобы побольше не работать. А что идет этот... Как его... Называется... Больничный идет. Они пришли, значит, к доктору. Они говорят, как же доктор? Ну, еще так нулит. Так болит. Это... Значит, все. Он это отпустил. Он выписал больничное. Вышел доктора покурить. А это там солнце вертит. Ну, не солнце. Перевороты делает. Там перекладина. Площадка. А он больной. Я так... Ну, ладно, говорит. Больше ко мне не приходи. Да. Кстати. Восьмичасовой рабочий день, это завоевание социализма. То есть, до того, как не было СССР, все работали как можно намного больше. Восьмичасовой рабочий день. Отпуска тоже не было. А почему? А потому что капиталисту не выгодно, когда ты работаешь и отдыхаешь. И работали не субботу, а по воскресеньям работали. Но трудящиеся видели, что в СССР восьмичасовой рабочий день. День отдыха. Потом, как оно называется, отпуск. День бесплатный. Медицина бесплатная. Образование бесплатное. И пришлось то же самое, потихонечку уводить из себя. Поэтому, когда вы будете думать, чтобы вы знали. Те родители, которые работают частно, там тоже есть свои принципы. Но если сам он может работать сколько? Вот водители, да? У них же есть норма. Если они перерабатывают больше и не устают. Вот обариваются они. А у нас были обариваются в СССР так много? Были. Наверное, тоже были. Наверное, не так много. Просто если человек работает, когда уставший. Ну, чтоб вы знали. То есть две часовые рабочие деньги. Два дня отдыха. Это все профсоюзы. Это все даже не профсоюзы. Это социализм. Хотели коммунизм? Ну, это, конечно, тяжело. Невозможно сделать. Хотели. Капиталист. Да. Некий бесплатный медицин. Школа учится бесплатно. Ну, налоги большие. Ковер. Нет. 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 Что-то есть. Ну, там просто, если бы в России не воровали так сильно, жили бы все хорошо. Там такие деньги. Двести пятьдесят два участка за один чуваком. Вот сейчас он где-то под Москвой. Там был этот область. Двести пятьдесят два участка. Ну, что с ними делают? Ну, набрал, блин. Мы не учали. Ну, зачем тебе столько? Кто будет продавать? Ну, продавать, жизнь кончится уже. Какой смысл? Я понимаю. Да. Возьми себе. Скажи, пацаны. Вот. Этот участок. Этот, этот, этот. Стройте здесь. А этот дайте мне. Да возьми. Тот же самый номер города. Если скажет, что вот тут чистят, это все делают. Скажет. Ребята. Я хочу вот этот участок. Подарить им. Что мы его не подарим им? Урок в дизиле. Работа есть. Да? Учителя нормально себя чувствуют. Вот сейчас нам подняли зарплату. Подняли зарплату. Учителя. А у нас раньше как было? Мы идем в отпуск. Приходим в СОС. Перед выходом в отпуск. Нам давали 13-ю зарплату. 12 дней давали 13-ю зарплату. То есть мы получали как бы больше. Когда идешь в отпуск, больше у тебя там. И еще в конце, когда выходишь, тебе могли премию дать. Еще что-то. То есть нормально. А сейчас эту 13-ю зарплату взяли и разделили на каждый месяц. Сказали, что зарплату подняли. А 13-ю зарплату подняли. Тоже они поняли? Так. Все. Встали. 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 Одели кимоно. Заправились. Боремся. По дзюдону. Ооо. Вклад не можем встать. Вот там. Так. Значит. Есть два варианта. Одели кимоно пояса. Есть два варианта. Значит. Первый вариант. Один борется с Владимиром и с Даником. Держит двумя руками. Держит двумя руками. При бросках остается встой. Бросил одного. Уходит. Уходит второй. Так. Бутук. Ты готов? Да. Тебя куда поставить? Встали. Хорошо. Все. Ты идешь туда. Да. Вы тогда боретесь. А потом через пять минут я поменяю Влад тебя. Хорошо. Влад. Если с ними будешь бороться. Двумя руками захват. И в стойке остаешься. Это с ними. А его как можешь? Чезарь. Даешь захват. Берешь ответный захват. Но без падения делаешь. Стараешься остаться в стойке. Да. Он может тебя потянуть и все что так. Но ты его бросил. И только потом ты падаешь. То есть не раньше. Пожалуйста. Пожалуйста. Владимир. Красавчик ты наш. Выходи бороться. Да. Устарайся остаться в стойке. Готовь? Да. Итак. 20 минут. Отжимаем. Еще раз чезарь в стойке остаться. И удушающий. Эх, Артем. Двумя руками. Дурьянчик. При бросках стараться двумя руками. держать или так ой владимир красавица души а с захватки не отпускать надо было все равно, где-то покрепить жюджу все равно надо а, ты просто низко захват пришел правильно, владимир, пояс, пояс и согнуть, и согнуть его пояс и согнуть, согнуть, согнуть ложись на него, сгибай Хороший, всё, руку отпустил, он раз, руку выставил. Я понимаю, сорвалось. Если чуть-чуть руку, всё, красавчик. Просто в этом случае не падай, лишь он руку выставил. Оп, и болевой. Вот тут, несет броска даже не могу сказать. Не смотрел, не думал. Так, Даник, сюда. Ко мне, ко мне Даник. Ну, блин, ну почему остановился, руку к себе чуть руками и всё. Так, ты сегодня красавчик. Ты выиграл. Управил это вот. Молодец. Удержал. А то он такой крутой вперёд. А ты ему раз на хвост наступил. Смотрю, бродить уже хорошо. Ну, впереди. Развернуться вперёд надо было бросать. Отлично. Это удержали. Так ногой, смотри. Ногой лезешь, а ручки? Стойко, как говорится. Молодец, Сталина, хорошо. Взял сверху кое. И сразу в лес зацеп боленью, или сзади подножки. И держись за него, пока не упадёшь. Отдыхаете самостоятельно. Встали в стойку. Заправили пояс, как раз и отдохнули. Ну, это третий уже, да? В одну и ту же сторону. Вау! 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 Влад. Вот если бы ты танк кинул, зафиксировал. Так? Чезар. Даже не видно твой бросок был. Класс, Влад. Хорошо, Владимир. Доставай, пояс доставай. Пояс доставай. Ножки пошире. Ага. Стойку. Владимир. Ты достаёшь и стоишь прямо. Раз прямо легко кинулся. Ноги подальше на него ложись. Прямо. Класс, Владимир. Достал пояс и переведи. Вот. Иди сюда. Твоя задача. Достать пояс и перевести его на колец. Положить его на колец. На живот, на колец. Перевести в парк. Хорошо? Ноги в сторону. Прямо. И удушайся. Чезар Мате. На свою половину. Красавчик. А что ты ему... Стоп. Пастухов. Что ты хлопаешь? Он тебя бросил. Спасибо, что упал. Я фудею. Ну. Покажи два пальца ему. Ещё раз. Что ты ему сделаешь? Что? Стоп. Мате. Какой прием ты ему должен сделать? Вот подумай. Должен. Не то, что хочешь. То, что хочешь дать. А какой бы прием бы хотелось бы сделать? Что отсюда его можно взять? Вот ты раз упал, два упал, три. Ну так, сейчас ты опять упал? С этого. Я пояс не взял. Думалась. Ну, это опасно уже. Подумай. Какой бросок ты ему сможешь сделать? Переднюю, заднюю. Нет, что-то одно. Что-то одно. Заднюю просто. Заднюю попытаешься? Да. А ты уже два раза заднюю падал. Падал, но не делай. Так, а, постараешься сделать. Делай любые, но вставим. 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 Сергей Анатольевич, а можно поставить руку? Ещё раз. Музыку. Не, музыку нету, что записываю. Как только закончим бороться, сразу ключ. Хорошо, Владимир? Просто мне потом YouTube ругается. Он говорит, что я украл музыку чужую. Аджин. Аджин. Дарину сам? Нет. Всё хорошо? Да. Владимир, что я попросил тебя? Вот это твоя задача пять раз это сделать. Молодец. Умница. А вот сейчас уже зря. Видишь? Вот в стойке, молодец, партере зря. Не лезь. Умница. Ну, вот так. Умница. Ну, если бы пошёл на заднюю, то лучше. Нет, ты, если бы пошёл. Нет, я бы упал. Да. Да. Руки стыги. Тартуков, руки стыги нету, улетишь. Я не боюсь, что ты упадёшь, потому что ты головой ударишься. Видишь? Руки сразу надо прижимать, иначе, пожалуйста, вот этот маленький. Ещё, ещё, ещё. Влад устал поменять? Нет. Укуси его за бочёлки, всё. Всё, честно, стоечко. Хорошо, молодец. Не давай. Не давай, Владимир! Владимир, я тебя попросил, что сделать? Доставить пояс и... И перевести на колени. А ты полез куда? Будешь доставать пояс и лезть на переднюю и заднюю, будешь через грудь повозять. Переведи его на живот, переведи, на колени. Хорошо? Вот смотри, ты достал, начинай, подсечка изнутри, раз, ноги широко. До свидания. Вниз, вниз. Домай эту руку отсюда, раз, за шею сюда. И вот уже задушим. Ой, красавец. Е-е-е, ещё раз. Ну, Влад, блин. Мотэ, 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 мотэ. Ему ровно говоришь. Ну, до конца его души! Что ты макаешь рукой, блин? Отлично. Подставься, пастухов, и задушись. Волевой. Лучше всё задушить, наверное. Подставься. Дай ему через плечо и задушись. Души его. Дай на заднюю посади его. Но для этого надо ножки шире, чтобы он залез. И не стоять на ногах. Перевел, Владимир? Души, души, души. А? Он же делал в ту сторону, я не знаю. Не знаю, делай в другую сторону. Делай болевой. Дарил колено, да? Стоп, Влад, в чём ошибка была? Ты держишь захват. Да, я говорю, я извиняюсь, что во время борьбы разговариваю. Атёма, мне стук, пожалуйста. В захвате нельзя расправляться. Он держит, ты держишь, а я болтаю. Нельзя расправляться. Хорошо? Без захвата отошёл, можешь раскладываться. Хорошо он в ряном стойку. А дальше что? Удержание показать. Только в Азаре, может ничего не дадут, может в Азаре дадут. Почему в Азаре? Он же упал на живот больше. Он упал на живот больше. Или я вот так держал. Вот держал. Я бросал. Не так, а ты отпустил его. Он падал на бот и потом ушёл на живот. Значит 70% что тебе дадут в Азаре. А 30% что не заметит. А ты вместо того, чтобы бросить его держать взял и отпустил его. Следующий азаре. Хорошо. Так. Владимир, стоп, мальчики. Одну секунду. Матэ. 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 Матэ все-все. Уберите, пожалуйста, рукой. Зато я боюсь. Кулгурянов, борешься одной рукой, только правой держишь. Только правой рукой держишь. А левая рука держит за пояс. Как держишь? Придерживает. Если вдруг падение, убираешь. Борешься одной рукой. Эта рука можешь и сюда впустить, и сюда впустить, но не берешь за курс. Отлично. И понт. Матэ. Матэ, то удержание. Ты же летел как птица. Только как спать. Что ты скажешь? Да. Ну вот ты и мне не веришь. Вот Влад видел. Я тоже не верю. Хорошо. Молодец. Правда никому не верю. Все, пошли дальше. Одной рукой. Или правой, или левой. Одна рука у тебя просто... Вот. Да, правой. Вот. Через плечо она. А что ты рассматриваешь? Слушай, вот я тебя отпустил, да? Не расслабляйся. Посмотри на ему глаза. У него же хитрые глаза. Посмотрел в глаза? Посмотри. Он будет бороться, не будет с разными. А? Нет, не считается. Чесович. Не считается? Чесович. А почему? Вставай, вставай, вставай. Вставай. Не считается потому, что разговаривает. Считается? Конечно считается, как не считается? Конечно считается. Считается тогда, когда ты ему сделаешь удержание и болевой, удержание и удушение, тогда считаешь. А так мало, мало. Укрись вот так вот, бедро чуть-чуть рукой, не бери захват, просто бедро укрись. Владимир опять схватит за туловище, а удушает, а вот сам бедрит, а влево не боись, не боись, иди сюда Владимир. Что за ароматэ, стоечка. Смотри, убыря не устал, молодец. Ты не устал, Павел, перезагрузки, посадки? Нет. Вот из-за этого. Вот ты должен, вот так. Вот обниди, обниди. О, да, видишь, ты обнял, да? А если я вот так дышу, попробуй. Я не даю. Поэтому через дырки посадочку будет тяжело дышать. А, нет, славей, наверное, растешь, смотри, он реально тяжело дышит. Бутук сегодня красавчик, такие приемчики. Выше руку, ой, красавец. Ты не ломай, ты покажи. Показал, можно, да, пару рук. Вот это 100% считается. Да, 101. Высовай. Стой, стой. Вам. Вам. Это Пастухов. Иди сюда. Сядь сюда. Красавец. Смотри, все. Послушай, есть разные виды борьбы. Есть борьба, когда ты его активностью. За то, что выход, за то, что ногу взял. Есть. Вторая борьба. Есть нападение. Ты нападаешь. Для этого надо быть немного, чтобы идти сильнее. Есть борьба в контратаке. Придумай какие-то броски красавицы. Какие-то броски такие. Выводи его. Например, вот отсюда. Делаешь хорошо болевое. Берешь ноги по силе. Раз, чуть-чуть потяну. Раз и пройдет. Раз, чуть-чуть потяну. Раз, чуть-чуть потяну. Раз, чуть-чуть потяну. Вот туда раз зацеп. Големый. Тя-я-я. Оп, упал. Вот болевое. И выиграл. То же самое. Оставил одну руку. Оставил одну руку. Раз, раз. Как бы. Чтобы он через спину встали. А сам уже готовит душа. Он делает зацеп. Големый. И он его правил раз. И вот через спину. То есть. Вот такими. То есть. Вот так. Отхитрить. Обмануть. Не просто ждать, что он будет делать. Да. А вывести на него. Если ноги поставить шарпот чуть-чуть назад. Естественно, он зацеп. Големый будет делать. Или по дзюдо. Там. По самбо. За ноги. Или там. За ножку туда бросать. То есть. Вытаскиваешь. Или ногу ему выставил. Поставил сюда. Естественно. Он будет подсекать. Раз. Переподсек. Например. Раз. Зацепьет. То есть. Что легче. Все. Он физически сильнее. Он тебя старается сейчас. И физически. И технически. И хорошо подготовленным. Старается за счет. Атакующие действия. А ты используете атакующие действия. Уже готовы к одушающей. ой красавица видишь как хорошо Владимир опять ручка пошла сверху и вроде бы ты его бросил а он видишь как все ну что рука снизу должна быть души ну если он берет бери тоже и бедро ему взял же зад ворот дай ему руку моте моте всем моте поклонились пошли вокруг ковра все подтягиваем я уже специально купил экран пастухов вот здесь поставлю и буду показывать тебе твой склад пастухов вот здесь на середине тот кто делает головой ко мне делает с той стороны бутук Владислав Дарин и Владимир вот здесь музыку можно сейчас подождите одну секундочку тогда другим нет нет это ты сам делаешь сейчас подождите сейчас подождите да это не это не